какой сколько до новой исторической эпохи здравствуйте 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 сегодня у нас 5 июля 2016 года канала подготовка программа плохие новости вячеслав мальцев со мной в студии валерий и сергей у нас прямой эфир вещаем из саратова с волги из россии до новой исторической эпохи сколько осталось 487 дней 487 дней очень хорошо чем я всех и поздравляю нам опаздываете да нет сегодня не опаздывал мне пишут на радио свободы сильно выступил действительно был сегодня выступление на радио свободы мне говорят вот вас у нас не было но и это не мая не моя вина да что меня там их что что меня у них не было меня не приглашают никуда вот сейчас в связи с выборами как мы и предполагали начался информационный прорыв да и вот пригласили на радио свободы вот пишут что мальцев молодец а мне не понравилось выступление но опять меня протроллили честно говоря вот я уже конечно навык потерял 2007 году когда я был депутатом областной думы и вы можете посмотреть соловьевым ну там знаешь как в той этой притче оше и три самых великих духа зла не могут поколебать меня сейчас меня каждый мальчишка может протролить и я понимаю что это плохо и буду над собой работать обещаю но куда деваться вот вот так ну тоже ведь наук теряется вот слава не появился вопросы валом как это не появился я здесь нет все хорошо да вот чем какие вопрос такой прислана и извини надо сказать что на радио свободы радио свободы были сегодня прямой эфир с 7 до 8 он был до прямой эфира вот тут часовой прямой эфир вы можете тогда посмотреть есть кому интересно ну можем сегодня еще какие там вопросы были что-то там какое-то ощущение осталось вот незаконченности да вот счет такого вот недосказанного потому что больше за меня как-то говорили я негодовал из-за этого что можете сказать по поводу николая старикова с его партии пво ничего не могу надо как-то вот поинтересоваться и за носитесь с николаем стариковым связаться из партии пво и но с ними можно связаться наверное только повесткой скажем так когда мы их пригласим на трибунал к вове потому что партия пво и стариков это абсолютный спойлер но это спой это стариков от который с федоровым конечно же а я думаю какой стариков ну есть там какой-то кредит такой как федоров просит передать привет германию передаем привет германии да привет германию такой вопрос задает вячеслав в одиннадцатом году на пресс-конференции вы упомянули об интеллектуальной собственности за которую вас игоря пытались прессовать о чем шла речь с уважением евгений ушла речь а не прессовать я не говорил прессовать снова была громадная попытка это заполучить это доменное имя народный фронт в рову в зоне этой как она где по-русски написано руда народа да в зоне ру на это а ровно и зал да вот получилось так что у меня народный фронт с 2005 года соответственно я как-то зарегистрировал такое доменное имя как только появилась вот эта зона кириллицей да а потом вдруг решили там ведомстве кремлевском сделать народный фронт путинский а тут мальцев оказывается это все захватил уже пишет жена интересует сколько раз вячеслав был женат но вот интересно ей все тут 3 если интерес раз уж такие откровенные разговоры очень и очень много откровенный вечер с вячеславом мальцевым очень много я считаю что если тем более сейчас я вроде как вообще иду в государству дум когда я декларирую там какие-то революционные вещи да там что-то можно сослаться на какую-то тайну там я не знаю на что-то там я не знаю все что угодно да но здесь вроде как подполье и у нас тут такой вот свой разговор а если человек выходит на народ он уже не имеет право врать иначе зачем бы мы агитировали за закон о правде нравится не нравится говори правду если ты хочешь идти во власть если ты ведешь за собой людей это так и должно быть я так что очень много спрашивают касательно выступления выступлений там социальной серии выступлений товарищ сотника до тысячника не слушаю всем известного но вчера мы зачитывали там но если не в эфире а после эфира читали его комментарии да там что вы долго испытывали его терпение и теперь он ополчился на вас что по этому поводу думаете очень много спрашивают по этому поводу я запретили ругаться матом мои же зрители потому что смотрят дети поэтому валют ты сделай мне тумблер чтобы я я могу сказать пошел этот тысячник что вот раз выключил и все чё я могу ему еще сказать чаю но при встреч пинка да может быть хотя тоже может и не дам я же не знаю как я вот как вот удар головой фильм очень хороший был по и время так он мне нравился французский фильм обалденный просто это человек едет в машине и рассказывает решил он такой злодейство совершите рассказывает водителю историю своей жизни где служил я в армии это у меня как командиром был змей говорит так он над нами издевался и ягод дал себе слово что вот в это из армии уйду встречу я этого змея значит и такое с ним сделаю игорь представляешь где-то встречаю в магазине этого змея а он не спрашивает как дела у тебя а я отвечаю ничего у меня дела и все то есть да вот как когда ты в ярости находишься ты думаешь ну я там ему задам жару да потом когда вдруг происходит такой элемент старик как встреча ну может быть у тебя совсем другие мысли совсем другие дела а иногда звезды совпадают иногда даешь пинка такой тоже бывает но не часто мальцев близнец двойственная натура вы знаете у нас у каждого в голове две доли головного мозга если вы обратите внимание то дельфины киты у которых тоже так 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 же устроен мозг они каждой долей могут работать автономно потому что они спят в воде и поэтому одна доля мозга работает а другая отдыхать то есть в каждом живут двое у нас к систем коммуникации внутри мозга несколько другая но это узнают еще еще позже пока до этого человечества не дошло но суть то заключается в чем в том что а все равно в нас тоже двое представьте себе мы говорим с вами словами да словами говорит а вот дельфины и киты как раз общаются битами но мы все знаем чуткой биты и двоичные единицы информации которые потом формируются в байты и получается язык компьютера и вот вопрос тогда тем кто говорит о двойственности почему человек придумал машину который говорит не на его языке а на языке китов и дельфинов вот такой вопрос чему кто ответит на этот вопрос грубо говоря пятерка но я ответа не знаю вот еще очень много спрашивают про ольгу ли нам вот сегодня только про не вспоминали у нее вчера разговаривали и вчера разговаривать телефону я не звону разговаривал да все отлично и вот помимо этого еще так в тему скажем так сегодня вот нашли какое-то совместное видео правда я его не посмотрел но думаю что посмотрю ольга ли и суде вот этот сочинский новиков если я не ошибаюсь его фамилия если ошибаюсь прошу прощения уважаемый как мне кажется человек там борется уже несколько лет судебной системой сам будучи судьей но наверное уже сейчас бывшим вот я не знаю и мы так обсудили подумали что было бы наверно неплохо с ним пообщаться нам и вам наверное было бы интересно да если бы он на нашей площадке рассказал о том как происходит какая у нас судебная система да мы об этом в общем то издалека наверняка все знаем но кто-то более подробно кто-то менее в общем обращаемся к нашим соратникам если у кого-то есть контакты или есть там какое-то предположение как эти контакты получить то вы напишите скажите вот вячеслав мальцев как бы интересуется есть желание пообщаться я же правильно себя говорю да конечно вот поэтому если будет возможность то проведем прямой эфир новостям тогда фсб объяснил визит сотрудников в редакциях москвы да вот на их москвы наехали фсбшники и изымают переписку с андреем пьянковским да вот с которым мы очень хотим пообщаться как вот сереже говорил уже то есть но очень уважаем этого человека и очень-очень хотим понять что же происходит почему вот не я понимаю почему так на него наезжает на пьянковского но вот эх москву это причем непонятно что там можно изъять но переписку изымут она как там письма пишут что лето бумажные пьянковский в эхо москвы шлет письма если бумажная недавно их уже все открыли и все посмотрели если электронные то они недавно их уже все открыли те давно эти недавно чё смысл что там можно изымать вот у меня такой вопрос интересный то есть если производит какие-то изъятия значит тут два варианта либо необходимо документы следствию чисто формально для того чтобы возбуждено уголовное дело завершите прикрыть передать его в суд то есть что был какой-то какой-то приговор суда то есть для этого либо для того что просто наехать на их москву ну то есть устроить там дрессировку такую и всех напугать чтобы там как бы знали что нельзя с этими связываться но может быть там что-то еще объяснят под шумок с кем можно с кем нельзя связываться в одинцовском районе горит склад стройматериалов пожара опять и горят очень много горят складов мы говорили что и так и будет и рынке будут гореть и склады и в общем-то никто как не хочет мер никаких принимать я имею ввиду не мчс ники ну владельцы понятно мы не знаем что там происходит на не на многих складах как он на военных дата когда все взорвалось ну как извини все взорвалось ничего не осталось это когда в советский в конце советского периода уже в начале 90-х расхищалась везде оружие то потом взрывались повсеместно склады вот когда мне спрашивают где-то чё а почему ты вот всегда знаешь когда склады взорвутся чушь тут очень легко все прогнозируется многие вещи которые мы прогнозируем и над чем все смеются говорят но это невозможно спрогнозировать это там совпадение какие-то они очень легко просчитываются эти вещи да и если мы там говорим про какую-то авиакомпанию как на 1 там тоже на где-то на их москвы до подтрунивали что вот там двигатель самолет попала попал в двигатель самолета аэрофлота да мы же говорит что аэрофлота будут проблемы и прикалываются над этим домой мы говорили и они будут к сожалению эти проблемы вы говорили про другую авиакомпанию и были эти проблемы очень серьезно потом перестали говорить потому что условия несколько изменились в этой компании проблем то у нее но может быть совсем не ушли и конечно будут еще но вот тот вал они преодолели а эти сейчас будут наоборот преодолевать только да и еще вот вы просили напомнить вопрос о квартире депутатской и депутатской заработной плате да вот вчера же вчерашняя тема очень понравилась депутатской квартирой только мне прислали такое предложение наши соратники я его принимаю не говорят слава вот выиграешь выборы в госдуме там дадут эту квартиру ее надо использовать для приема наших сторонников которые приезжают для решения конкретно вопросов с тобой то есть ходоков вот тех наших людей которые нас слушают и которые приезжают им там будут приезжать а вот сейчас приехали люди в саратов вот сидят соседней комнате и смотрят я кстати им привет передаю вот и сейчас закончим буду с ними общаться вот и но также будут приезжать люди в москву безусловно им надо где-то остановиться дай обещание что предоставишь эту квартиру 7 там клятся клятся обещаю обещаю и нафиг мне квартиру нужно и также обещаю что зарплата депутатская какая там великая я не знаю что процентов зарплаты не 90 не 80 не 75 сто процентов зарплаты будут на благотворительность то есть мы с вами вместе создадим какой-то фонд там будет расчетный счет и мы будем принимать решение люди будут к нам вместе с вами обращаться с какими-то серьезными проблемами там матери-одиночки и так далее сейчас кто-то обращать какие-то копейки кровь какие-то мы можем послать а на самом деле это свои естественно а а здесь я считаю что это справедливо что вот эти деньги они ему должны доставаться а никаким не депутатом то есть пока пока вот так таким путем я конечно же буду выступать на съезде парнаса и требовать чтобы но не всю зарплату депутатскую люди потому что с мест которые сберутся но у них нет возможности они и жить не на что да тем более они в спартанской обстановке может быть и не привыкли жить и физически может быть они хуже себя чувствует и так далее поэтому 70 процентов они должны зарплату же на благотворительность куда-то сказать конкретным людям передавать конкретно потому что государство и режим вот этот государственный режим грабит этих людей мы должны хоть какую-то часть вернуть чтобы чтобы люди ни в коем случае даже помыслить не могли что мы в этом грабеже можем какой-то участие вообще хоть как-то к нему быть причастны к этому грабежу поганым тут вот еще люди пишут тоже по поводу квартиры и депутатской зарплаты что можно использовать для размещения детей из детских домов и приютов и устраивать им экскурсии по москве то есть например мы же знаем что в саратове дети ну из детских домов никогда дальше там я не знаю энгельсы в лучшем случае никуда не выезжали а тут можно организовать туристическую группу какую-то там раз в два в три месяца и возить их в москву я думаю что по деньгам это выйдет совсем смешно как бы разместить их в депутатской квартире да кстати очень хорошо вообще тоже то есть любого человека с исторического факультета который готов провести какую-то экскурсию я думаю что это не будет проблемой и где разместить людей есть уж там автобус для детей организовать больших денег уж точно не стоит башкирия разбился мотопараплан а мы еще привет должны были передать володя мы сегодня с ним связывались из житомира володя да да все верно и татьяна сергеевна тоже из житомира привет владимир и владимир александрович владимир александрович и татьяне сергеевне привет от всей души там они серьезную работу для нас делают если я правильно понимаю вашем речи если если она здоровья да если она пройдет то я думаю что в скором времени все поблагодарим за эту работу спасибо что там мото параплан разбился да ну вот вообще странное явление если честно вот парапланы ну на моей памяти очень редко падали у меня снова был вот параплан все будут смеяться конечно потому что его разбили скажут вот их редко явлено они действительно редко падают я чем могу сделать и разбили совершенно по идиотской причине поэтому вот ну такой достаточно надежное средство как как это не парадоксально да вроде казалось тряпка какая-то над головой и как у карлсона за спиной мотор и все это вроде не представляет такой серьезной конструкции на самом деле это очень серьезная вещь и если человек все правильно делает умеет умеет хоть мало-мальски летать эта конструкция надежная поликлиники смоленска пациент с болями в сердце умер в кабинете кг ну тут два конечно вариантов вот врачи понятно что прежде чем не сделала ткг они не принимают решение то есть они как они ждут пока он получит результаты ткг если там что-то ужасное они конечно вызвали мгновенно скорую там и так далее то есть решение они не могли принять но вот тут важный вопрос насколько быстро они все это делали хотя это тоже вопрос такой вот он который может остаться без ответа потому что одно дело если его засунули в очередь в какую-то трех километровую он там сидел другое дело если просто делали что-то там нерасторопно да ну бывает но в общем мне кажется все таки людей у которых болью в сердце нужно как-то по ним решение принимать сразу сейчас потому что большим количестве случаев все-таки это самое неприятное когда болит сердце это значит там что-то серьезное даже сердце не может быть несерьезным особенно если человек объясняет что у нее там это впервые или как-то или там никогда не болела тогда хозяин конюшина 13 лошадей погибли при пожаре в ленобласти слов ты хочешь стать жуликом и вором из хотел я давно им стал у меня ой сколько возможностей был ни в коем случае мне честно говоря вообще не интересно вообще не интересно быть жуликом и вором у меня абсолютно другая миссия на этой земле кроме всего прочего я верующий человек я предстану перед создателем своем вас просто чего-то был жуликом и вором сволочь не хочу я чтобы он может быть спросить меня о чем-то другом в таком же тоне но не об этом и мне не будет так стыдно может быть понимаешь я вон может быть про что-то другой меня спросит ну может спросить почему то скотина был три раза женат ну вот да тут я конечно как-то изменюсь за это вот пишет человек что лайкает фашиста мальцева из израиля будучи евреем привет да ну да тем конечно вот этого мальцев мальцева фашиста но вы знаете я вот обращаюсь к либеральной части обращаясь к евреем обращаясь все ко всем тем кого это может затронуть вы не пугайтесь и будучи нашими сторонниками можете даже тоже давить на и на это же самое понимаете почему я объясню потому что как от не парадоксально но это открывает двери да то есть появляется так бы никто и слова про мальцева не сказал а так ну вот как помните в 2006 в седьмом году при помощи слова гомосексуалисты я открыл дверь на центральное телевидение в сроду не пустили я при помощи этого открыл дверь туда да и так далее и получается такая ситуация что какие-то вот заветные слова надо говорить чтобы люди возбуждались и чтобы сми начинали транслировать то что мы говорим здесь в подготовке поэтому вы не смущайтесь можете прям вот туда писать а вот что же вы так с фашистом мальцевым либерально там и так далее они пусть там отвечают это это нормально это нормально мы их тоже должны троллить не только они нас да и вот а хотя ладно раз там в тему дальше будет слова возьми помощником на общественных начал приходите с удовольствием вообще просто с удовольствием вот слава вы будете применять детекторы лжи для новых чиновник по депутатам не только для новых это одно из условий самое главное что в начале для всех старых кабака вот будет переводиться все на новые рельсы для новых безусловно но для новых это в меньшей степени нужно это как а каких-то обстоятельствах если представьте будут везде камеры если они работают только через интернет если они работают только в облаке если везде ставят микрофоны ну можно и не и не заморачиваться да вот с тем что было раньше это очень серьезно пока мы поймем кто из них кто кого-то надо ведь оставлять кого-то надо оставлять мы с марса других людей не привезем поэтому есть же приличные люди особенно в полиции есть приличные люди куда куда нам делать что нам всех разгонять что но не получится всегда кого-то кого-то мы должны будем оставить вот представь тот судья он бы так не высветился он приличный человек ему чем пришли его тоже выгнали нет а поэтому детектор лжи это очень хорошая вещь на полиграфе раз обкатали людей мы сразу же видим какую-то картину поэтому нам говорят что специалисты это их специалисты и у нас их очень мало но ничего раскошелимся как 5 петр первый привезем из бугра временно каких специалист на несколько месяцев он с всего мира соберем и пусть поработают здесь никаких проблем ой я чувствую теперь ватная публика так возмущаться когда на украину там приемли советник какие-то европейские но здесь технические работники они приедут и на нам нужно я техническому работнику который работал где-нибудь я не знаю в исландии на полиграфе доверять буду гораздо больше чем тому который работал в российском следственном комитете с бастрыкиным но так вот я устроен к сожалению да и напоминаем что даже если вы смотрите нас не из израиля и даже если вы смотрите нас не будучи евреем вы должны поставить лайк вернее мы просим вас поставить лайк поддержать нашу трансляцию в последнее время мы вышли на очень хорошие показатели в 7000 человек за трансляцию и это ну едва ли не половина но почти я думаю что в скором времени будет уже половина от того числа сколько людей нас смотрит непосредственно онлайн и если вы смотрите нас не в онлайне даже задержки на несколько дней тоже призываем вас поставить лайк и в общем то результаты этой работы вы можете видеть непосредственно на нашем канале последние несколько наших видео пять или шесть видео подряд у нас собрали больше ста тысяч просмотров а это бывало ну не так часто как хотелось бы теперь это намного чаще в том числе благодаря вашим лайкам вот лёва тут пишет он говорит вот создатель спросит мальцева почему мне привет не передал не спросит потому что привет лёва хозяин конюшина 13 лошадей погибли при пожаре в ленобласти до страшная такая ситуация конечно я так понимаю ну классическая ситуация конюшня пожар хозяин пытается вывести лошади они боятся огня такой ужасная смерть наверное не самый худший если честно то есть ну я не знаю как от человек жил но такой смерти можно позавидовать так кабардино-балкарии ведутся поиски так мальцев свару и будешь путина в аду гонять очень хорошо сказать в кабардино-балкарии ведутся поиски туристов из германии которые попали под лавину на перевале а вот извини извини я хотел показать тут эти как ее наши фотографии которые нам прислали а то нам говорят почему бы сначала их не показываете а я ну как как-то в конце в конце их уже 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 не вначале простить то есть вот нам нужно чтобы а видео кстати куда вы видео я тоже не показал видео с который болтых прислал договорились что-то завтра но покажем и ближайшие завтра завтра тогда сегодня с этой радио свободы и что-то как прошло так что чет не показали ничьку но у нас эфир на радио свободы закончился за час до начала нашего эфира поэтому конечно в приоритете было подготовить сегодняшнюю программу так что у нас еще написано в кабардино-балкарии поиски туристов до 1 я так понимаю нашли 2 лавиной засыпала крепко ну не знаю дай бог чтобы нашли 2 с германии они на перевале гармаш 21-летний заключенный погиб в исправительной колонии в первомайском районе новосибирска до вот для колоний это инцидент или не инцидент я не знаю но вот парадоксально может возникнуть ситуацию главной колониях абсолютный беспредел привлекут начальников не за беспредел а за то что кого-то убило током хотя может быть там кого-то убили из пришитой головой отдавали и мы об этом просто не знаем потому что информация не вырвалась как в саратове да а вот эта информация и укрыть нельзя никак она вырвалась эта информация все это будут проверки может быть даже выше будут а возможно этого начальника нужно сажать и довольно на долгий срок и не за это совсем за другой ну как мир устроен пятигорске мужчина застрелил соседа и сам покончил жизнь самоубийством как вернуть деньги что украли из россии часть мы конечно вернем но нужно особенно сильно то не мучиться из-за этого вот мы не сможем вернуть все деньги которые украли сам глава чтобы больше не воровали что больше нас не грабили просто должно быть западло ну такой народ у нас я я не знаю там гитлера победил и у нас деньги отнимают вывозят у нас на глазах а мы сидим такие терпилы нафига нам это нужно нет для соседа вот застрелил мы говорили о том что вот эта ненависть к режиму она будет сублимироваться конечно и вот будет сублимироваться в разборках с ближними своими то есть вот этот человек взял обрез и застрелил соседа лучше бы он как-то по-другому распорядился этим обрезом на мой взгляд на а потом приехали какие-то менты стали в него пулять под ноги якобы ему стреляли я думаю что просто в него не попадали потом он говорят застрелился но как там был на самом деле я не знаю но вот пять раз вроде ему стреляли под ноги не знаю как там ну в любом случае если вдруг вы решили убить соседа подумайте может быть есть более достойный кандидат на должность так сказать убиенного волгограде 76-летняя старушка задушила сына наркомана ну понятно я вот это не прочитал тот но что сын наркомана я прочитал что старушка задушила сына но я так и понял что ну сын как мой покойник так не говорят но в ментовке мы всегда говорю там скот сын скот да и она вот наверняка пенсию не отнимал наверняка избивал ее да это не наверняка это уже установленный фактор о том что он избивал что он был наркоманом что он был осужден за изнасилование и так далее у меня возникает только один вопрос вот сейчас произошел произошла эта ситуация полицейские моментально тут же уже на следующий день все отчитались а мы все знали мы знали что он был наркоманом насильником убийцы и там и так далее у меня возникает вопрос а почему вы в общем то эту информацию достали только когда тогда когда произошла эта ситуация то есть неужели нет участкового который должен приходить и спрашивать, насколько человек вообще нормально себя ведет. То есть только когда произошло преступление, тогда они говорят, нет, мы знали, мы знали, что он у нас там на каких-то учетах стоит. А вот работа по предотвращению этого преступления? Раньше в полиции говорили, ну и, понимаешь, вот когда говорят, вот он там наркоман, он там то-то-то, ну и, и вот на и ты абсолютно справедливо говоришь, что ответа нет, хотя мы видим, когда людей, которые не являются ранее судимыми за насильственные преступления, которые не являются наркоманами вот такими, как этот Крендел и так далее, сажают за то, что у них там нашли некое количество, якобы нашли, да, нашли там еще чего-то и так далее. То есть их сажают в тюрягу и надолго, а этот вроде как бы ему сам Бог велел там находиться, да, он на свободе, какая-то несправедливость. 90% в тюрьме у нас сидит людей ни за что, да, как в том анекдоте, помнишь, там про сталинскую эпоху, когда говорят, ты в какой статье сидишь? Я не помню. А за что? Ни за что. А сколько тебе дали? 15 лет. В дыню ему. Чего врешь, собака? Просто ни за что 10 дают. Вот так и здесь, понимаешь? У нас там 90% сидит ни за что, да. А этот не сидел, хотя представляет, в общем-то, общественную опасность. И в результате вот ужасный вариант. Чем закончился? Старуха 76-летний удушил. Чего сейчас будет? Старуху в тюрьму сажать? Ни за что? Вот это еще один человек, который сядет ни за что. На Дону 4 человека избили инспектора ДПС. Да. На Дону 4 человека. Я думаю, что на Дону гораздо больше людей бьют инспекторов ДПС. Ну вот, как-то с четверыми решили разобраться. Ну, честно говоря, там ситуация совершенно непонятная. Я так понимаю, что инспектор ДПС вел себя там нормально, как по-мужски, по-человечески. Он пытался разнять. Ну, то есть, как должен вести себя мент. Он пытался разнять каких-то местных жителей, которые между собой дарались. Они все, я так понял, после этого напали на него. Но я в своей жизни такой многократно переживал, что когда ты кого-то разнимаешь... Я помню момент такой в моей жизни был самый такой яркий. Закончил работу уже 12-й час. Участковым когда был. И доехать не на чем. Вышел на улицу Азина. Ну, это от крекинга там... Ну, сколько? Ну, метров 700, наверное. Может, чуть побольше. Я уж выхожу на улицу Азина, чтобы доехать до отдела. А там уж как-то, думаю, доберусь. И вдруг едет автобус. Я думаю, о, как раз хорошо останавливаю автобус, а там свадьба. Значит, свадьба такая. Я говорю, здравствуйте, вы куда едете, водитель? Он говорит, вот туда-туда. Я говорю, до отдела добросите, да, добросите. Ну, я так встал, поздравил, здравствуйте, там, поздравляю. Встал там, внизу стою, никому, чтобы не мешать. Я понимаю, что люди пьяные, что милицейская форма может смущать людей. И вдруг смотрю, водитель что-то заметался, и большие стекла автобуса были в этих. И я смотрю, а там драка на дороге. И причем там толпа шла к 20 дерется. И это хоть не мой участок, ничего. Я говорю, все, тормози. Ну, понимаешь, я не знаю, если бы какая-то другая ситуация там, может, я и проехал бы мимо, не стал вязать, но здесь, видишь, целая свадьба. Они все смотрят, мент едет, как я проеду мимо. И я останавливаю автобус, открывает он дверь. Я так медленный, а у меня такой жезл был этот. Я понимаю, что сейчас, ну, будет вообще рок-н-ролл, конечно. И вот я что-то там расстегиваюсь, так, жду, так. Ну, не тороплюсь, ну, потому что понятно, чем сейчас все закончится. Я взрослый человек. И туда влазю, ну, конечно, так сразу в бубен получаю. И пошла там такая мясорубка. И что самое удивительное, я вижу, что люди, которые в автобусе, они со мной бросились туда. Да, они меня защитили. Так что, я извиняюсь, что-то я сентиментальный стал. Так, что там дальше, что у нас? Индиец с шампуром отправил в реанимацию участника пикника в Бирюлёво. Да, ну, я как раз прочитал индиец. Думал, блин, индиец с шампуром как-то. А потом понял, что это индиец. И, в общем-то, все стало на свои места. Индиец с шампуром вроде более такая разумная конструкция. Хотя тоже, вот, обратите внимание, у нас принято как-то в России все-таки считать, что в Индии такое старое общество национальное, да, какие-то традиции, в то же время индуизм, буддизм, и люди, которые не, ну, как мы их представляем, не способны на насилие. Ну, потому что у них, как бы, все принципы без насилия Ганди, индуизм, там, и так далее. На самом деле, это совсем не так. Если вы посмотрите, что сейчас происходит в Индии, сейчас волна насилия идет, особенно изнасилования, и так далее. И как-то вот информационный мир влияет на разные народы совершенно по-разному. Вот на крупный народ, такие как индусы, как китайцы, он влияет таким образом, что увеличивает насилие вот такое. Ну, я не про этого конкретно индуса. Этот индус вообще-то в России, и вообще, я почему-то параллель провел такой с Индией. Мы вот видим, что, как бы, происходит. Передай привет Астане. Передаю. Мумию мужчины, сидящую на ветке дерева и обнимающую ствол, нашли в Томске. Да, вот Сережа решил, что он недавно туда залез, а я говорю, с зимы. А потом копались точно, 8 месяцев он там сидел. Ну, странная, конечно, ситуация. То есть, такое бывает когда, и мы много раз это видели, такое бывает в лесу, когда человека волки загнали на дерево. Он его обнял, ствол там или ветку, и замерз. Вот, ну, здесь абсолютно та же самая ситуация. Я говорю, в лесу, в Томске человек залез, а Сережа говорит, да, ну, там не совсем лес, там вроде как населенные пункты, я так понимаю, что там... Ну, то есть, так было понятно, что волки загнали, и человек прячется. А сейчас другой вариант есть же сейчас. То есть, человек может и в городе где-то залезть на 15-метровую высоту, потому что он, может быть, этих волков видел, да, как это называется, на шугняке находился, да. То есть, вот сейчас может человек покурить этих спайсов и такое увидеть, что залезет, и никогда его не найдешь и не снимешь, и там и замерзнет, и сгорит, и все, что хочешь, поэтому... Да, ну и помимо того, что он мог там замерзнуть, у него могло банально остановиться сердце от передозировки, то есть, залез под чем-то, там обнял этот ствол и остановилось сердце. Это тоже совершенно стандартная практика, и я своими глазами, ну, примерно такую ситуацию, только там никуда человек не лез, видел, и, в общем-то, там уже человека откачать достаточно сложно. Ну, можно сказать, что невозможно. Слава, матерись. Вы не видели Мальцева злым, ваше счастье. Ну, ужас какой-то. Меня призывают, да, каким-то дермодемоном бы. Ну, может, такой я и есть, я не знаю. Но будем исправляться. Исполнившую эротический тайн сотрудницу полиции уволили из МВД. Да, вот тут что происходит с Надеждой Савченко? У Надежды Савченко очень трудный сейчас период, представляете? То есть, там есть определенная категория людей, которые считают, что они Бога за одно место держат, и с этими людьми приходится ей общаться. И вот я говорю, ей, на мой взгляд, ей нужно общаться только с народом напрямую. Вот как мне сказали, что Надежды Савченко пригласили на тусовку адвокатов. Господи, кто со мной присутствовал? В общем, какой-то там съезд был адвокатов, туда пригласили Савченко, и что-то ей там даже и как толком не дали выступить. Ну, как мне сказали, ну, не надо ходить Савченко на съезды адвокатов. Это, да, конечно, адвокаты тоже люди и так далее. У меня очень много друзей адвокатов, очень много приличных людей я знаю адвокатов. Ну, в общем, как в том анекдоте, да, помнишь, когда слепой кролик и слепой удав, это мне, кстати, рассказал анекдот адвокат, встретились, и удав спрашивает, кролик, ты кто? Он говорит, а ты угадай. Он пощупал, вот так, потёрся, говорит, такой мягкий, пушистый, тёплый кролик, наверное. А ты кто? А он говорит, а ты угадай. А он говорит, а ты такой скользкий, такой холодный адвокат, наверное. Вот, поэтому не надо. Есть народ, надо с народом общаться, не надо. С адвокатами она уж, я думаю, наобщалась там, когда в тюрьме в российской сидела. Поэтому больше на народ. И народ её поддержит, и народ её везде внесёт, а тех, кого надо, оттуда вынесет. Вот так я думаю. Так, про танец, да? Вот, девушку ту, которая танец исполняла, я посмотрел, мне понравился девушкой танец, а её уволили. Я не понимаю, почему, а Серёжа очень удивился и говорит, как же вы не понимаете, почему. Ну, вот, если бы это случилось в то время, когда я работал в ментовке, её бы срод никто не уволил. А что такого-то? Ну, она что, голая там прыгала? Она вполне всё была прилично, в рамках. Нет, ну, здесь даже суть, конечно, не в том, чем она занималась. Если бы, я думаю, если бы она делала всё то же самое, но без какого-либо подтекста, просто вот молча сняла это видео, выложила его, я думаю, что в лучшем случае её бы там дисциплинарно наказали, и то вряд ли. Ну, её бы тогда посмотрело 10 человек. Это информационный мир. Тут-то речь о чём идёт. О том, что она, этот танец, она художник-акционист, понимаете? Да, она художник-акционист. Она свой танец в протест вот этой системе. То есть, а какая разница, как ты прошёл в протест в системе? Пошёл ты с плакатом встал в протест в системе? Или ты танец станцевал в протест в системе? Главное, или ты двери ФСБ поджёг? Разница в том, что тебя либо уволят, либо посадят, либо там, не дай бог, убьют, да? То есть, как бы, ситуация вот такая. Поэтому я удивился не то, что она станцевала и её уволили, а я как бы не удивился то, что она пошла в протест в системе и её уволили. Всё, логично. Ну, и мы уже сказали, что, в общем, танцует она наверняка лучше, чем исполняет обязанности сотрудника полиции, но, по крайней мере, внешне она, ну, не знаю, не вызывает у меня доверия. Я бы не хотел, наверное, чтобы такие прекрасные женщины служили в полиции. Я думаю, что ей найдётся применение во многих разных других областях, хотя без каких-либо намёков. Вот, поэтому, может быть, ей это и на пользу. Вот, подожди, вот сейчас я тут так, 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 хотел ответить на вопрос сразу. Так, убежал. Вопрос, но суть была такая, что Мальцева, а вот, Вячеслав Пиславович, очень вас уважаю и люблю. Смотрю с 13 года, но за МИЖ 2% голосовать не буду. Лучше я испорчу бюллетень, иначе всё равно подтасует. Это не имеет значения вот насчёт бюллетеня. Вы голосуете не за Мишу 2%, вы голосуете за меня, понимаете? То есть, вот, представьте себе, ну, допустим, вы не любите Касьянова. Ну, что, Касьянов хуже тех, тех, которые в Единой России. Если вы все испортите бюллетень, ни одной возможности у Парнаса не будет избраться. Тогда скажут, «А сколько набрал Парнас?» Ну, полпроцента он набрал этот Парнас. Это, знаете почему? Это потому, что Мальцев против Путина. А вот, если бы жопу лизали Путину, они бы набрали 5%. Нельзя так рассуждать. А политично рассуждаешь, помнишь, в этом фильме? Нельзя так рассуждать. Наша задача подогнать под Парнас как можно больше, вообще, все вместе, с детьми, там, я не знаю, с кошками, с кем угодно. Наша задача взять небывалый совершенно процент, при этом они будут нам списывать, я не знаю, там, если мы возьмем 20%, они нам хорошо, если дадут 7%, но мы будем настойчивы и будем заставлять их дать нам то, что нам положено. То есть, мы будем их запугивать, безусловно. То есть, это будет один из методов избирательной кампании, запугивание. То есть, мы будем им объяснять реальную картину мира. Если вы дадите нам пройти туда и, соответственно, получить тот законный процент, который мы, ну, они все равно спишут, там, грубо говоря, понятно, то есть, под вот идеями борьбы с Путиным, значит, вы получите революцию 5-го, 11-го, 17-го. Если вы нам не дадите это, значит, вы получите революцию прям сразу же, следом, абсолютно беспощадно. Они должны это понимать. И мы должны все вместе с этим быть. Почему-чего, этот мандат нужен? Нафиг он мне не нужен. Мне главное, что мы прошли туда под лозунгами борьбы с Путиным, чтобы вся эта вата задумалась, может быть, и у кого-то, может, в голове что-то произошло. Кроме всего прочего, мне нужна трибуна. Представьте себе, вот вы порвали бюллетень, потому что Касьянов там вам не нравится. А Мальц в связи с этим не прошел и не получил трибуну. Не могу сказать то же, что говорю вам на всех. Будучи депутатом, я какие-то средства массовой информации могу задействовать. Кроме всего прочего, я могу те акции устраивать, быть художником-акционистом уже в парламенте. И они сами будут вынуждены об этом говорить. Ну, если фракция Парнас, а я добьюсь этого, поставит вопрос об импичменте Путина, ну, как об этом не скажут? Не будут говорить, что вот такое? Да, может быть, этот вопрос не пройдет, но сама постановка этого вопроса будет страшна для этой власти, она для нее смертоубийственна. И сейчас они находятся в общем-то в очень трудном положении, они пока этого не понимают. Но когда поймут, будет поздно. Это слава Богу, что они не понимают. Они говорят, кто такой Мальцев? Что такое Парнас? Все это херня. И вот вы должны всех и сами убедиться, и всех ходить и убеждать, и говорить, да, только за Парнас. Не смотри, кто там есть. Там есть Мальцев. Мы ведем Мальцева, все. Иного пути у нас нет. Вот мы выбрали этот путь. И нужно понимать, что на большинстве, я надеюсь, избирательных участков будут наши люди, будете вы, не кто-то, а будете вы, буду я, будет Валера, будут другие люди, которые будут следить и будут вгрызаться за каждый ваш бюллетень, чтобы он не был подтасован. Да они же сами, наши зрители, также будут наблюдательными. Так я о том и говорю. Да, я о том и говорю. И в наших с вами силах эти бюллетени защищать от подтасовок. И мы неоднократно уже сталкивались с этим и опыт имеем. Поэтому если вы бюллетень просто испортите, мы никому не можем доказать, что этот человек, то он вообще-то за Мальцева, но он бюллетень испортил. Так не работает. Да, вот мне написали, Мальцев, почему тебя Путин не посадит в тюрягу? Ну, во-первых, потому что Путин в интернете не лазит, да, он даже не знает, что это такое. А в СМИ меня пока не допускают. Вот когда пустят, тогда будем смотреть на этот вопрос, отвечать. И этот же вопрос мне два дня назад задал Демушкин и с ним люди. Я ему дал ответ на этот вопрос, почему, вполне честно, но здесь я пока об этом не хочу говорить. Я обещаю, что скажу после 18-го. Обещаю, что скажу. Почему? Потому что, вот, ну, Путин, я говорю, про меня не знает. А почему все остальные не могут это сделать, я объясню после 18-го. Прямо четко. Вот как на духу расскажу, почему они этого не могут сделать. Водителя, разъезжавшего в трусах на служебном автомобиле, уволили из Следственного комитета. Да, ну, это тот вот самый водитель, замечательный такой, наш, вот, весельчак, такой замечательный, да, вот он, покажем, ну, фотку такую, дороже такую, да, работник Следственного комитета. И вот, ты знаешь, там много всяких злых вещей про него написали, ну, как же так, там, у меня к нему вообще никаких претензий, никакого зла к нему нет. Он же видит, как себя ведут его, там, начальники, кого он возит, но он думает, а я почему так себя не могу вести. Сразу вспоминается анекдот про водителя у министра. Помнишь, когда министр едет с водителем, а тот такой грустный, он говорит, Михалыч, что ты грустный? Он говорит, ну, вот, ну, что-то грущу я, он говорит, ну, как же, вот, мы же с тобой вместе, там, в Саратове, грубо говоря, работали, тут, говорит, работали, пока, значит, вместе были, потом сюда я в министр пришел, я тебя взял с собой, взял с собой, ну, мы нормально на рыбалку с тобой, на охоту вместе ездим, бухаем, по бабам вместе ездим, да, чего ты грустишь, он говорит, вот, да, вот, кто бы еще нас с тобой возил, вот, это вот очень важный момент, моряки требуют правду о Курске, я правду о Курске не знаю, так скажем, я могу вам гарантировать, со 100%, вообще, вот, 100% гарантия, мы берем власть, мы все архивы рассекретим, все до единого, вот, у нас был разговор, там, по поводу рассекречивания агентуры, да, там, допустим, полицейскую, милицейскую агентуру, мы рассекречивать не будем, почему, потому, ну, по понятным причинам, да, а вот, всю, гбшную, 100%, всю, эшную, потому, что, это, я не считаю, милицейской агентуры, обязательно рассекретим, 100%, также рассекретим, все данные про Курск, все они есть, я думаю, ну, в общем, все, что сможем, все, что было загадками, мы откроем, и везде вывесим в интернете, то есть, я думаю, что это 100%, вообще. На юго-востоке Москвы мужчина изнасиловал девушку, но не стал убегать с места преступления, а проводил до дома, обнял и скрылся. Ну, что-то вообще какой-то ужас, да, это уже чрезвычайка какая-то пошла, тут как анекдот про вежливого лося, но, наверное, не стоит его здесь рассказать, тем более, по такому поводу, но, честное слово, прям вежливый лось какой-то, изнасиловал девушку, потом сказал, там, все нормально, денег нет, но вы держитесь, здоровье, ужас, конечно. и самое страшное, что видишь, в Москве, сейчас, возможно, человека, девушку изнасиловать на улице, и это, это очень плохо. Роспотребнадзор выпустил новые правила освещения суицидов в СМИ. Да, вот видишь, Роспотребнадзор требует, чтобы не представлять суициды, как реакцию на ухудшение условий жизни общества, а что же такое суициды? В каждом конкретном случае, человек из-за чего-то конкретного покончил с собой, а в общем, если мы видим тенденцию, ухудшается жизнь в стране, все, количество самоубийства растет, улучшается, количество самоубийств падает, поэтому, что тут говорить? Вот, я открыл Википедию, тут такая статья, есть самоубийство, и в ней, соответственно, параграф причины самоубийств, вот одни из причин, неудачный социальный опыт, например, выпадение социальной группы, потеря работы, крах карьеры, социальная изоляция, а также, да, идеологические, политические неприятия, ценностей социума в целом, ну, Википедия говорит, что это одни из причин самоубийства, а вот наш надзор, Роспотреб говорит, что нельзя об этом говорить, очень интересно. Как за Мальцева проголосовать? Надо проголосовать за Парнас, я в списке Парнаса, в федеральной части, вы увидите, моя фамилия, второй, то есть, на всех избирательных участках России, там, где будет написано Парнас, первый Касьянов, второй Мальцев, третий Зубов, вот, тройка такая, Зубов, профессор, историк. Ну, и в скором времени, я думаю, что мы расскажем и про одномандатников наших, в скором времени, и по Саратову, и по другим регионам, может быть, кто-то захочет поддержать наших одномандатников, в городские думы. Полицейского осудили за фабрикацию дела с властики в соцсети. Да, какая-то история совершенно дурацкая, то есть, в Ростовской области, оперуполномоченный сам нарисовал в соцсети свастику, сам потом все это дело вскрыл, и, в общем-то, ну, что это говорит о чем? О том, что, ну, они в бирюльке играют, то есть, это уже такая игра. Ладно, палки рисовали в советский период, там столько-то алкашей надо отправить в ЛТП, да, и так далее. Но это реальных же алкашей, отправляли, это реальных столько-то надо там пьяных, в отношении пьяных протоколов там составить и так далее. Столько-то за антисанитарию, ну, вот здесь за свастики, ну, что за фигня такая? Представьте, что у людей в башке, вот они на полном серьезе, вот этими свастиками занимаются, государственная машина огромная работает, деньги тратятся бешеные, вот на эту херню, на эти свастики, да хоть на лбу себе эту свастику нарисуйте. Какая радость, что от этого меняется? Вот нарисованы, я помню, в советский период на каждом заборе была нарисована свастика, помнишь? А, ну, вы откуда помните? Вот на каждом заборе, идешь в детстве, на каждом заборе свастика нарисована, ну, слово описанное, свастика нарисована, да никого вообще, и, так бы, по несколько лет это висело свастика, никого не напрягало, да, ну, хулиганы нарисовали свастику, что ж, вот такой силой, что ли, от свастика обладает, что вот нарисовал кто-то, увидели все сразу фашистами стали, ну, че, блядь, в голове у этих придурков, а? Причем тогда были живы и ветераны, и участники войны, и тогда как раз, по идее, должны были более тщательно, более... Вообще внимания не обращал никто, а то мы речь. Под Смоленском застряли 50 грузовиков с товарами из Украины. Ну, я так понимаю, что там какие-то правила изменились, но вот опять, опять страдают те же самые. То есть, это вот надо понимать, что это пятый или уже шестой вариант страданий для дальнобойщиков. То есть, им такие, знаешь, вот как это... Как она называется-то? Казни египетские, устраивают, то есть, первую казнь, вторую, третью, то есть, вначале с них налоги берут, потом там с них за дороги берут, там потом то-се, потом за Платон берут, теперь еще их через границу не пускают, потому что там какие-то анализы не те. Ну, вообще просто сказали, ладно, ребята, вот там Платоном все заканчивается, да, и больше казней египетских не будет. Будут. Каждый день они эти новые казни египетские придумывают, и не только для дальнобойщиков, но для всех. Ну, потому что они по-другому не могут, они не умеют жить, они не умеют работать. Вот если бы они просто крали и умели работать, то такого бардака бы не было, поверьте. Просто воровали бы, но умели при этом работать. Но они не умеют работать и при этом воруют. Ну, конечно, о чем они должны думать каждый день? Ну, как нам еще больше насрать? Вот о чем они должны думать. Они об этом и думают. Заявление о бомбе стало причиной задержания пассажира в Пулково. Ну, да, вот я тоже. Это та же свастика. Мужик подходит с чемоданчиком, он говорит, что у вас в чемодане? Говорит, бомба у меня. Все, мужика сласкали, обещают ему срок. Ну, о чем он должен был им сказать? Они спрашивают у вас, что в чемодане? Бомба. Ну, смотрите, что, ну, я думаю, все здесь присутствующие и неоднократно люди, слушающие нас, так, ну, как минимум один раз так шутили по поводу бомбы. Значит, все мы потенциальные террористы. Я с Валериной мамой летел в Вильнюс в 90-е годы, да, куда-то я уж не помню, в Вильнюсе, там, ну, в Воронеже мы сидим, и меня спрашивают, все летят до Вильнюса? Нас всех спрашивают в самолете. Я говорю, а до Стокгольма? А тогда все угонялись, как, как заведенные в Стокгольм, значит, гранату тут наш какой-то, Козлов, да, Козлов показал гранату, причем она даже была в черный цвет покрашена, ну, была учебной гранат, совершенно очевидно, но все ринулись в Стокгольм, потому что, ну, всем, наверное, захотелось сразу же, ну, а что, есть вариант в Стокгольм слетать, улетели. Я говорю, я до Стокгольма, и литовская стюардесса такая, литва еще тогда, Советский Союз, вот так посмотрел на меня, и ушла к пилотам, я думаю, и Ирина мне говорит, ну, все, сейчас поедешь ты, и я такой, даже напрягся, думаю, сейчас точно сгрузь, ну, потом взлетели, все прилетели, никто меня не трогал, я выхожу, она мне, стюардесска, такая, очень симпатичная литовочка, так, так больше не шутите, я говорю, понял, не буду. Глава МВД Ирака подал в отставку после взрывов в Багдаде. Глава МВД Ирака, ну, вот, приличный, вероятно, человек, глава МВД Ирака, у нас стол что-то трясется опять, опять кто-то, кто-то трясет, микрофон, да, и человек, человек опять появился, который трясет микрофон. Ну, как раз лето было, он был в отпуске, а теперь все. Да, он вышел из отпуска, вот, свастика это коловорот солнца, да, и я абсолютно, как бы, с этим согласен, я говорю, я не понимаю, почему пугаются, как черти Ладана, вот эти вот, эти свастики, почему они какие-то законы принимают, не, причем, я говорю, в советский период, когда это там актуально было, Гитлера победили, никто даже и не парился, а сейчас, а сейчас из-за этого, ну, с чем, чем-то ему еще, с чем им еще бороться, да. У меня вот с 2011 года есть желание, но я вот думаю, что это как-то все-таки подло, и как-то я там неправильно, наверное, поступлен, у меня есть желание написать в прокуратуру заявление, или в следственный комитет, я не знаю куда, ФСБ, вот, точно, ФСБ, на тему того, что в Москве есть прекрасный храм, который находится на Красной площади, как он называется, я не эксперт в храмах, Василий Блажен, да, и там есть фрески, на которых изображена, прям, в чистом роде, свастика, вот, мне интересно, храм, это же публичное место, то есть там большое количество людей, неограниченный круг лиц, правильно, то есть это публикация нацистских материалов, по их мнению, о чем отличается, вот эта свастика, которая на заборе написана, и человека там задержали, или свастика в интернете, от свастики в храме, наверное, ничем, с юридической точки зрения, то есть, если вот здесь есть прецеденты, то и, значит, это вот там, я не знаю, патриарха Гундяева, наверное, надо будет задерживать, скайлон, да, и долотом, и чтобы отбивал, сказать, ты что, надо отбивать, вот глава МВД Ирак, подал отставку, почему, потому что я говорю, да, не приличный человек, так должен поступать, каждый приличный человек, но и себя просто волосился, но если 160 человек погибло, и там 200 ранено, ну, да, надо уходить, а вот у нас хоть всех перебей, вот эти сволочи никуда не уйдут, так и будут сидеть, и будут рассказывать, что виноват там какой-то, я не знаю, стрелочник, он виноват, там Астахова еле выперли, ну, это уж совершенно понятно, дети утонули, ну, собирай попу в горсть, и вали отсюда, что тебе еще, не, ну, я еще посижу, там, знаешь, вот, я говорю, они мне напоминают, я это написал, помню, когда Лужкова, вы, выпирали, а он говорит, а он говорит, я там еще вот у президента спрошу, там, ну, что-то там такая вот фигня была, и я в твиттере тогда у себя написал, что очень мне вот эти чиновники напоминают золотарей из Геллеровского, из Москва и москвичи, когда он описывает такую картину, как репортер, который он видел реально, едут золотарей с бочками, говно у них, значит, в этих бочках, там черпаки торчат оттуда, и золотарь сидит, и у него специально, он говорит, у золотарей были специальные, эти, каравай, такие плюшки, которые были с ручкой, ручку они обматывали бумагой, чтобы грязными руками не брать, и вот, можно было кушать, и вот он сидит с этими говеными бочками, жрет свою еду, и вдруг вылетают на каких-то там немыслимых телегах, значит, пожарные, а у них там восьмерка или шестерка лошадей, какие-то там бочки, там вот эти вот с водой, они сбивают этих золотарей, ну, потому что те там протрубили, они не услышали, не поняли, и золотарь падает, и бочки переворачиваются, он плавает в говне, держа высоко над головой вот этот каравай, чтобы его не испачкать, в надежде еще раз откусить, понимаешь, вот они все время, вот эти вот люди, они вот он полностью в говне плавает, понятно, что он сейчас потонет, а вот этот каравай он держит, в надежде еще хоть один кусочек отгрызть, это вот настолько, настолько сильная вот эта картина, ну, а здесь, вот почему в Ираке правильный министр МВД, а в России неправильный, это вопрос русскому народу, когда мне начинают там в антисемитизме обвинять, я говорю, у меня к одному народу только вопрос, к русскому, почему, потому что я русский, я говорю, почему мы разрешаем себя грабить, почему мы разрешаем вот так себя вести, и что может каждая сволочь об нас ноги вытереть, нет у меня к другим народам никаких вопросов, другие народы, они сами определяют все за себя, у меня к русскому народу вопрос. Правозащитная организация, Мальчик, когда и куда поедешь по регионам, опубликуем все, более того, я буду вести программу из каждого региона, и будем называть следующий регион, откуда, и все пути нашего перемещения будете знать, можете принять в этом участие, и будем общаться, и очень хочу я со всеми общаться, со зрителями, особенно с теми, кто давно нас смотрит, проеду по возможности как можно больше, то есть начнем мы вот свои такие походы, наверное, ну как все устаканится, то есть пройдем регистрацию, плюс как бы план какой-то отработаем, и как только это мы сразу сделаем, то есть до конца июля я 100% уже в пути буду, 100% и более того, хотим вести передачу из регионов, чтобы присутствовали в том числе люди, которые наши зрители, то есть несколько, вот этот формат не изменится, плохих новостей, то есть мы может быть сделаем плохие новости час, но зато мы увеличим формат вообще артподготовки, то есть там будут какие-то другие вещи, о наших перемещениях, о встречах, о том, о сём, и час артподготовки, у плохих новостей, больше часа, прошу простить, не потяну, но час будем делать, это мы не бросим, и таким образом эфира в день будет накапливаться, ну не знаю какое количество, но 4 часа точно будет, 3-4 часа эфира, это будет железно. Провозащитная организация Amnesty International заявила, что оппозиционные группировки в Сирии применяют пытки. Ну вот понятно, что вот эти амнистии международные, там интернациональные, она должна об этом говорить, ну вот вопрос, интернациональная амнистия, а есть хоть одна война, и хоть одна сила на войне, которая не применяет пытки, ну все применяют пытки, это ужасно, но это данность, так всегда, если вы хотите сказать, что где-то применять пытки, надо сказать, там идет война, все, ну это полный, это все, там применять пытки, там убивают людей, там насилуют женщин, там детей, там что только нет, везде, на любой войне такое происходит, поэтому вот сама постановка вопроса, она некорректна, то есть оппозиционные группировки применяют, а правящие не применяют, не они про них тоже говорят, ну а тогда о чем речь, идет война, все друг друга мучают, то есть главный вопрос о том, о том, что нужно прекратить войну, если они хотят сказать, что там вот на западе думают, что вот оппозиционные группировки в Сирии такие хорошие, Асад такой плохой, да нет, они, я уверен, что все прекрасно понимают, что и те, и другие люди, и поступают как люди, а люди почему-то всегда поступают как звери, ну так, так вот они устроены, люди. Турция предъявила обвинение в теракте 11 россиянам. Ну вот такая новость, представляете, как она прозвучала-то в Турции, вот само ощущение турков, тут письма всякие, какие-то, Эрдоган пишет, ну и правда говорят, что там не с извинениями письма, а там о чем-то, да, и тут раз 11 россиян, оказывается, теракт совершили, они, им же не объяснишь, какие это россияне, что это не те россияне, а там, что это не тот с Кумариевичем, что это сын, да, ну, понятно. Тут вот еще люди пишут нам в чате на тему того, что хотят нам помогать. Матчет, вы не тех баните, отписываюсь, ну что же, я не могу, я не знаю, кого я баню, потому что я вот в последнее время вообще никого не банил. Я сегодня забанил одного человека, и вообще больше там, я не знаю, двух, трех, ну, наверное, максимум четырех людей за эфир, мы не баним, и причем даже люди, которые, ну, достаточно выпиюще себя ведут, и обзывают, и матом выражаются, мы их далеко не всегда баним, только вот когда уже, ну, совсем все грани разумного переходят. И вот, хотелось бы напомнить, что у нас есть электронная почта для связи с нашими региональными группами, да, с людьми, которые хотят нам помогать на выборах, и напоминаем, что у нас работает штаб партии Парнас, города Саратов, куда можно прийти, пообщаться, предложить свою помощь, поэтому люди, которые пишут, что я из Саратова хочу вам помогать, пожалуйста, приходите, в скором времени мы вас мобилизуем, поставим в наши стройные ряды, и работы, я думаю, сейчас будет достаточно много, на всех хватит. Дмитрий Игнатьев в студии. Да, многие пишут наоборот, что мы отписываемся, потому что вы не баните там кого-то, да, ну. А, вот Игнатьев пришел. Всем привет, по поводу, кстати, волонтеров, друзья, я завтра, послезавтра буду рассылать анкету, которую здесь заполняют люди, которые приходят к нам в офлайн, будем так говорить. Прошу проверить, вот, почту в течение ближайших двух-трех дней, там будет анкета, заполните ее, и мы уже со следующей недели начнем ваши данные передавать нашим региональным сторонникам, для того, чтобы совместно мы начали то, к чему мы идем. Это к победе в Государственную Думу, то есть, при вашем участии. Спасибо тем уже почти, что двум тысячам людей, которые к нам присоединились, присоединяйтесь еще. Всех будем рады видеть. И в том числе с Артики. Поздравь своих зрителей и мусульман с праздником у Роза Байрам поздравляют всей души. Религиозные праздники это хорошо. На самом деле хорошо, даже, мы помним в атеистический период в России всегда праздновались религиозные праздники, это некая такая отдушина. Я вот, например, в году праздную только один праздник, Пасху. Да, я хожу на Пасху, на Крестный ход, так вот, прошел, там чуть-чуть постоял, хорошо мне, послушал, как монашки поют, такие правильные, такие худые после поста, все как положено. Антимайдан просит генпрокуратура проверить публикации на сайте телеканала «Дождь». Вообще безумие какое-то, представляешь, то есть, вообще уже взрыв, антимайдан, генпрокуратура, телеканал «Дождь», который не говорит про исламское государство, что оно запрещено, то есть, обязан говорить, соответственно, мы тоже не говорим, что запрещено, вот еще антимайдан должен на нас, в генеральную прокуратуру, мальцев, вот он говорит, ИГИЛЬ, ИГИЛЬ, «Но не говорит запрещенный в России», то есть, надо еще заставить Мальцева, чтобы он, говоря про ИГИЛ, вот везде, даже ночью под одеялом, говорил «запрещенный в России», что за бред вообще, вот свастику нарисовали страшно, про ИГИЛ, который запрещен в России, не сказали, что он запрещен страшно, что еще, что еще, вот так вот, настолько формалистский подход, он их и погубит, как раз вот этих всех ребят. «Разрешенный» надо еще говорить. Да, 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 вот это. «Спасите Путина», как помните, возле этого метро, где мы жили, «Спасите Путина», крики такие, я думаю, ну это, кто это там. «Нодовцы», да, «Спасите». «Я сейчас помогу тем, кто его убивает». «Спасите Путина». «Я сейчас спасем, нет проблем. На самом деле мы видим, что Путин замучился, он сам себя затрахал уже, его надо спасать от самого себя. Ну да, это очень часто такое бывает. Ты знаешь, вот как преступник, маньяк, который совершает десятки убийств, злодейств, и он уже оставляет пальцы свои, он хочет, чтобы его поймали, вот все, ну все нутро его, хочет, чтобы прекратили этот беспредел. Вот я так уверен, то же самое и у Вовы, что нутро его, мы говорили сегодня о двойственности человека, да, вот одна его часть наверняка желает всего этого, а другая часть наверное очень страдает. И вот мы обращаемся к другой его части, когда пытаемся его, ну вообще к обеим частям нам пофигу, мы можем его по частям катапультировать, в общем-то, это уже от него будет зависеть, я не знаю как, я уже заговорился с этими частями, не пойдет сам по частям. Абхазские оппозиционеры попытались штурмом взять здание МВД республики. Да, там странная ситуация, надо больше информации, но видишь, вот Сухуни протестующие пытаются значит отставку, добиться отставки министра внутренних дел. То есть, если в Иране он сам уходит, то вот в Абхазии его выносить пытаются, а он не уходит. Посмотрим, что будет завтра. На Украине пятиконечные звезды на погонах военных заменили на ромбы. Ну, это объяснимо, конечно, но пятиконечные вот везде написали советские звезды, но не больно они и советские, да, если посмотреть, в царской армии звезды были до этого, и введены были они, ну, если, вот тех историков мы вспоминаем, да, то введены они были благодаря французской системе. То есть, это взято было у французов. А они, в общем-то, вот опять сейчас скажут про масонские символы, вон, нельзя говорить к Мальцеву про масонские символы. Ну, да, на пятиконечные звезды масонские символы. И там, собственно, в форменной одежде использовался как масонские символы. именно как, начиная вот с Франции, если про звезду разговор идет. В британском парламенте призвали нарастить военную мощь из-за России. очень сильное возмущение все это вызвало. Вот там про двойной метод говорят, собственно, британцы сами. А вот наша замечательная Мария Захарова сказала, что это подлость высшей марки, что вот Британия про борьбу с милитаризацией в России. Она говорит, недавний инцидент. Не, не, не. Она вот, это я не то читаю. Она сказала, что не могу найти. Короче, она сказала, что Европа, вот, Британия выходит из Европейского Союза, но вот заставляет Европу там продолжать, значит, как бы вот это напряжение с Россией. Она забыла, что и Британия, и большая часть европейских стран, это страны НАТО, что ли. Хотя Британия может быть и выходит из Европейского Союза, но в Североатлантическом Альянсе она остается, поэтому как-то вот странно все это. Но еще Песков сказал тоже интересную вещь, что призвал смотреть на доклад в Британии через позитив. Да, все нормально, они там на нас наезжают, но все нормально. А почему вот такое разночтение Песков свое, МИДовцы свое? у них, видите, наверное, установки одни, а у Пескова больший маневр, что ли. Больший маневр, он должен таким выглядеть миротворцем, потому что он говорит от имени Путина. А они должны быть ястребами, потому что это вроде как внешнеполитическое ведомство, которое самостоятельно, ну, не самостоятельно, но более свободно, да, то есть Министерство иностранных дел, внешнеполитическое ведомство, которое может говорить какие-то слова от себя, не может никакие слова говорить от себя, все, что сказано, это слова, так сказать, из сердца Путина. Путин обсудил с членами Совета Безопасности меры по укреплению доверия на Балтике. Да, вообще Совет Безопасности это такая структура, с которой точно меры по укреплению доверия не обсуждают. Вы понимаете, о чем шел разговор? Об усилении укреплений точно недоверия. с Советом Безопасности кто туда входит? Ну, во-первых, Шойгу как министр обороны, что же, о доверии, что ли, с министром обороны разговор шел? Или главным ФСБшником разговор был сказать, ну, слышь, как там нам бы доверительно относиться к этим ребятам на Балтике, и чтобы они к нам также относились? Он скажет, это не по моей части, парень, у меня прямо противоположная контора, она с доверием никак не связана. Так что, думаю, что там не про доверие шел разговор, а про укрепление позиций Путина на Балтике. На Балтийском флоте отстранены 36 адмиралов и офицеров. Да, вот хорошо, Сережа сказал, что Авроры испугались. Совершенно точно, да. Испугались с одной стороны Авроры, с другой стороны, видишь, западу можно слить информацию, что это вот как раз те, которые атаковали там шведский гражданский самолет, ну и там многое другое. Так что, вот, странная такая ситуация. Ну, хотя, ничего странного, если вы помните, вот, фильм-то Охота за Красным Октябрем, он написан по историческим событиям, которые, конечно, не на подводной лодке произошли, а на большом противолодочном корабле, где был замполитом товарищ Саблин, который понял, что происходит полная херня и, в общем-то, смог поднять восстание на своем БПК замполит в советский период. Какой-то год, погуглите, 77-й или какой, я уж и не помню даже, я что-то забыл. и Балтфлот, видите, он в данном случае впереди планеты всей. Казалось бы, маленький флот там, ну вот, Аврора, ну и революционные матросики, Саблин со своим БПК, сейчас вот эти вот офицеры, адмиралы, я думаю, дай бог, не последние, так что, мне кажется, они таким образом не защитятся от революции, разгоняя генералов, адмиралов, там, капитанов первого ранга, мы же говорили, что, ну да, уволят капитана первого, там, второго ранга, но останутся капитаны третьего ранга, останутся капитаны лейтенанты, и они, они что-то другое, что ли, думают, как-то по-другому у них работает голова, да нет, конечно. Время у нас вычитает, слушай. Так, что у нас там еще, а вот хорошие новости вообще такие, ну ладно, мы их завтра-завтра тогда, а вот, такая странная совершенно новость, парламент принял один текст закона, Владимир Путин подписал другой, представляете, закон об оружии, там вот связано с национальной гвардией, ну, с тем, что появилась национальная гвардия, и вот разрешение на оружие, значит, у человека по закону, за который проголосовали, теперь на 10 лет, а Путин подписал этот закон в варианте, что на 5, то есть, Госдума приняла, Совет Федерации одобрил, присылают Путину, там 10 лет, подписывают почему-то 5, странно, как-то это вот, то ли ошиблись, когда освещали этот закон, может, там и был 5 лет, а журналисты писали 10, я не знаю, то ли там совсем уже, как бы, кокариновый геморрой, да, то есть, уже даже, даже и не знаю, как это сказать, там, кокаиновый экспресс, да, так это называется, ужас, конечно, но не знаю, как это комментировать, нужно больше информации, что произошло, на самом деле, если это случилось, это уже основание для импичмента, вот один этот факт, уже основание для того, чтобы выгнать Путина нафиг, и больше никогда никуда не пускать, предположим, он больше ничего не делал, не было виланчели, не было войны с Украиной, ничего не было, но это уже основание, чтобы его отовсюду пультировать, радио Свободы закрывает все комменты, где там Свобода, ну, ну, что я могу вам сказать, я не знаю, у меня на эту, для вас нет другой радио Свободы, пока нет, понимаете, она на свой экспресс, дядя, слава, кино, да, но я тут говорю, это кокаиновый экспресс, потому что всегда же, всегда же есть какое-то название, помнишь, как там для нашей в каком-то фильме давалось название какое-то особое, вот, ну, так вот, я думаю, что кокс тоже, наверное, не очень чистый, стал поступать, и туда что-нибудь замешивают, поэтому я такое свое название дал, предположил, ну, это такая ассоциация у меня, слава, какая погода будет 5.11.17, надеюсь, летная, она не налетная погода, Катапультин, Катапультин, хорошая фамилия, да, так, сейчас мы еще тут какие-то новости, я хотел, ну, уж на завтра тогда будем оставлять, ну, вот какие-то последние новости, так, ладно, давай тогда все на завтра, сейчас будем отвечать на вопросы, да, или что-то еще пробежим, да, ну, в общем-то, основное все, все, что осталось, можно на завтра, так, кровавый дождь пишет, какая погода будет, да нет, я надеюсь, что сильно утрируется это, я думаю, что все будет гораздо проще, что, может быть, пройдет некоторое время и скажут, и что Мальцев там так пугал всем этим, там все, ерунда какая-то, там, на один плевок было работать, ну, вышли всех, вынесли, прям, даже не вынесли, пришли, а там уже нет никого, они говорят, а там встречают с Каравай, и мы говорят, да мы тут вообще вот заждались вас всех, просто, нет никаких сил уже, даже, да вы что, так долго шли, то вы могли, могли и раньше прийти все, и все, Мальцев, какую музыку слушаете? Да всякую я слушаю музыку, очень я люблю, что, классическую музыку, очень люблю рок, и что люблю больше, даже не знаю, потому что я, если массаживаюсь на классику, то все, то есть, вот мне достаточно, что-то я так прозвучал, услышал, и думаю, о, вот надо послушать, у меня какая-то мысль по этому поводу, и все, я щелкнул на компьютере, зашел, и туда, и все, я там потонул потом, точно так же и с рок-музыкой, ну, в основном, вот, рок-музыка 60-х, 70-х, 80-х годов, и классическая музыка, такие, тоже, классические композиторы, Моцарт, Бах, Бетховен, Чайковский, ну, Рахманинов, конечно, Сергей Васильевич, очень люблю Рахманинов, прям, как люблю Рахманинов, так, Квин, конечно, Квин, безусловно, очень Квин, люблю, спрашивают, почему Парнас не смог договориться с яблоком, по вашему мнению? Очень я рад, что это произошло, что Парнас не смог договориться с яблоком, а договорился с Мальцевым, вы же понимаете, что если Парнас договорился с яблоком, никакого бы праймерис не было, и, ну, ну, вот, Парнас договорился бы с яблоком, как вы думаете, сколько было бы процентов без Мальцева? Ну, три, три с половиной, и все. А если Мальцев, Яблоко и Парнас, хит-комбо? Ну, понимаешь, ситуация какая? Тут, с одной стороны, есть плюс какой-то от либеральной части, яблочной, но, с другой стороны, есть минус, вот, от нашей аудитории. Вот мне говорят, мы не воспринимаем Касьянова, и голосовать не будем. Но, представь, в этом списке, среди известных либералов, Касьянов-1, а если бы это был, там нет, там даже от Парнаса, нет ни одного звучного такого имени, которое бы связано было с либерализмом. Зубов, профессор, историк, понимаешь, и как он, он, он не политик. А, представь, если бы туда, даже в список, вошли парнасовские, какие-то активисты, которые на слуху, это уже минусы, а плюс еще туда, туда бы вошли, яблочники, которые, и мне бы сказали, тут половину бы сказали, а мы не хотим голосовать, потому что там Гриша, да, как Станислав Говорухин, мне жаловался в свое время, помнится, я никогда не забуду, мы выборы организовывали президентские, для Говорухина, если вы помните, он шел в альтернативу Путину, и говорил, и я только поэтому приехал, меня попросили, говорят, ты можешь отработать у Говорухина на выборах, я говорю, да, а в качестве кого, я говорю, в качестве всего, я сам приеду со своими людьми, буду работать, а сколько это будет стоить, я говорю, нисколько, и так оно и есть, и мы приехали, пахали, как папа Карл, так вот, я помню, приезжает, потом он это в эфире сказал, и такой грустный, я говорю, а что такое, а он говорит, а представляешь, я говорит, телевизор включаю, там Явлинский, я говорит, радио включаю, там Явлинский, а тут, говорит, рубашку надо было погладить, я, говорит, включил утюг, и, говорит, и заговорил Явлинский, оказывается, утюг у него какой-то хитрый с радио, а жена включила радио, включаешь в розетку, сразу включается радио, он говорит, включает утюг, и вот он говорит, я включил утюг, а там тоже Явлинский, вот с этих позиций, конечно, масса людей, которые не захотел голосовать за список где явлинский потому что они сказали а ну опять это будет демагогия какая-то опять никаких толков там туда-сюда кроме всего прочего способ на касьянова трудно воздействовать поймите правильно на него очень сильно наехали его весь этот период пытались обидеть и унизить вот весь приду ну вот этот вот период перед праймерис а я мишу знаю лично и в общем то он человек достаточно так сказать крепкий внутренний да он там либерал да он демократ да он не любит там как-то ругаться открыто и так далее но он может за себя постоять как так как для кого-то может быть не но новостью будет и конечно когда ему сейчас говорят что-то давай договоримся неизвестно он он не хочет договариваться с теми кто его пытался обижать унижать там и так далее а если бы его не известно если бы были вот эти люди они бы наверняка их никто не не трамбовал не пихал они запросто могли что-то сделать поэтому вот вот такая конфигурация она от бога поверьте она устраивает абсолютно то есть такое ощущение что нашу работу за нас сделал кто-то другой она сама собой сделалась вот посмотрите те люди которые пытались нас не пустить а они сделали очень благое дело они подняли вот эту волну они нашухарили они сами как те демоны сама ликвидировались их нет они нам не мешают ну то есть идеально косян стоял в кпсс да насколько я знаю стояла я не стоял в кпсс никогда в жизни стоял и вот про меня много рассказывают всяких этих баек насчет в разных партий где я состоял я сам могу рассказать чтобы было понятно самого начала я нигде никаких партий не стоял в начале 90-х я вступил в конгресс русских общин и стоял всегда в конгрессе русских общин и на и не сейчас состою но его не конгресс русский вообще не является партии это общественная организация да вот и вот я стоял стоял знаешь кро все время и и дошел до 99 года сентября не состоя уже избравшись дважды депутатом по одномандатке не стояв больше нигде я случайно встретил и это описано был кстати вячеслав викторовичем как только он стал вице-премьером он почему-то в газете об этом со газете сообщил об этом случае случае достаточно веселый я иду 99 год приехал я встретиться с лебедем мы с ним дружили состоял я в чести и родине еще и тоже общественная ну и партия она была ночью это в рамках кро все был честь и родина с лебедем все всю дорогу мы с ним были вот 29 году в сентябре приехал в москву нет ни в сентябре в августе иду я по новому арбату и вдруг володин встречаю он вы слышь тут вот у нас такие дела там отечество а я куда у вас же вы давыдову выставляете я и не думал никогда вот ты пойдешь от отечества я говорю а как я пойду у вас там давыдов я с ним решу договорюсь я говорю ну не знаю я говорю нужно это идти вообще от отечества но советовался со своими товарищами по конгрессу русских общин они гадачу такого иди-то ушков там ну фиг с ним и все я пошел от отечества тогда в общем то этот вариант когда подбросили с наркотиками наркотики с пистолетами тогда много 60 тысяч голосов я собрал по саратову но не прошел тогда победили коммунисты но зато вячеслав викторович благодаря этому прошел государственную думу и если мы помним и после этого значит вот я занимался выборами у говорухина его я знал еще до этого и давно а потом значит создавался стала единая россия и мне лолодин и говорухин говорят давай вот в единую россию вступай ну в качестве как учредитель вот единство и отечество чтобы единую россию создать я году черт с единством неохота как-то они очень горжи и меня убедили мы там будем от тебя там не будет ну короче я туда вот главное что там не будет путина не обещать да да мне это был я почему говорухин был гарантом что путина он на духа не переносит и мне было сказано вот конкретно станиславом сергеичем что как бы создать сильную партию которая будет противостоять путину я сказал да я всегда ура там и когда я увидел что все происходит совсем не так я сразу спрыгнул в 2003 году я сказал ребят все я ухожу подошел к двери прямо заседание единой россии подошел в двери а мне на умов кричит эта дверь закрыта она действительно и а я уже ее рванул ну и я ее вынес эту дверь прям вырвал но я не знал что закрыто оторвал дверь и вышел через закрытую дверь из единой россии до сих пор прикалываются по этому поводу все вот ну тогда я весил на килограмм 120 или 130 наверное силенок может быть побольше был чем сейчас а может и нет не знаю оторвал я нафиг эту дверь вышел и вот после этого говорю и начал к конечно противостоять единой россии понял что это с путиным единое целое сейчас они тут будут вытворять страшные страшности и вот 2005 году шестом написал манифест нашей борьбы с партией единая россия и значит в рамках конгресса русских общин мы пытались создать партию великая россия там это она там ультра националистическая она никакой не ультра было там разные совершенно националисты это была попытка а объединить всех националистов ничего не получилось потому что власть это не дала сделать и так далее потом в 2012 году я пробовал идти от парнаса немцов был за это касьянов за это но рыжков был против этого и парнас по саратской области повел не я они получили там 0,1 процента а я пошел от коммунистов в общем набрал достаточно много 93 процента но мне не хватило что надо всегда набирать 100 да поскольку там все так здорово подтасовали в результате мне дали только сколько 30 процент 29 ночи какую-то фигню поэтому я как-то вот хотел бы написано даешь мальцева из утюга я хотел бы чтобы был понимание что всегда я был национал демократом никогда не менял своих точек зрения различные партии я использовал всегда конечно как инструменты своей борьбы борьбы с беспределом который этот режим здесь творит поэтому я не думаю что как-то вот херсону и жене вероники передают привет я передаю привет чьей-то жене это не моя жена чьей-то жени вероники из херсона привет привет говорухин пишет обороте но нет у него вот это вот трансформация она заняла очень большое время и я был свидетелем но не до самого последнего периода последний раз и виделись наверное мы на его день рождения это было в 2006 году в 2000 а 10 лет назад до или 2005 даже году да тогда вячеслав викторович таскал меня по госдуме по кабинетам показывая своим соратникам говорят знаете кто это ангел мальцев а вы знаете что у него нет ни одного ордена и медали и всегда да даже у нее нет ни одного ордена и моих я тогда очень сильно попросил чтобы у меня не было ни одного ордена медали медали у меня есть за все за всю мою жизнь у меня есть грамота одна почетная а вот я так и хочу чтобы осталось чтобы никаких орденов и медали я не хочу испортить свои похороны глупыми вот этими подушечками да время насчет у 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 очень ночью и какие делегаты съезда стали нашими зрителями да да я вот это я и хочу я сейчас не закончил я знаю я специально для себя запишу записал я хочу вот всем делегатом съезда парнас сказать что когда вам говорят что и они поняли кстати что мы как По-разному мыслим, никак мы не по-разному. Мы же с вами со всеми сидели накануне голосования, разговаривали, у нас абсолютно одинаковые мысли. А по-разному, как это не печально, к сожалению, но вы мыслите с московскими тусовщиками. Но они по-другому мыслют. У них своя свадьба, у нас своя. Мы с тобой одной крови, ты и я. Поэтому я хочу сказать спасибо за то, что они проявили мудрость, за то, что они проявили понимание. Некоторые не были нашими зрителями, но при этом сразу же смогли понять, что вот эта новая волна и есть. И сразу смогли окрылиться. То есть некоторые мне признавали, что очень было плохое настроение, опять эти выборы, да надо ли на них идти, да сейчас опять нас там обманут, никуда не пустят, отовсюду выкинут. И при этом как-то еще себя чувствовать униженно. И тут вдруг они говорят, и вдруг такой вот информационный такой толчок. И они поняли, что независимо ни от чего они получат удовольствие, потому что уже драйв идет, уже все. Вот состояние войны наступило. Ну, драйв я вам обещаю. Войну, так сказать, политическую вот эту тоже обещаю. И я не обещаю вам интриги, я не умею, к сожалению, интриговать. И если бы умел интриговать, ну, наверное, как-то жил бы по-другому, потому что, да, ну, это свойство характера, да. Ну, любитель интриг, он как-то, ну, как-то по-другому живет, да. Тогда бы я тоже сейчас наверняка был бы давным-давно в московской тусовке. Ну, если бы любил интриговать, приехал, там, ходил Харри торговал, меня бы поеху в Москву крутили, да. Я бы разговаривал абсолютно по-другому, наукообразно, делал бы такие жесты. И не делили бы людей по... Да, и не делил бы людей вообще, а делил бы бабки. Вот это вот нормально. Ну, я сейчас вот как-то по-другому себя веду. Я извиняюсь, что вот долго, но и вообще недолго, 41 минута мы и дольше затягивали все. Так что делегатам съезда Парнас огромное спасибо. Вот увидите, я ваше доверие не обманул. Посмотрите, я гарантирую. Да, Вячеслав Вячеславович, еще одни все очень рады, и они вам просили тогда, что они надеются и верят в то, что тот карбанш, который они вам дали, вы реализуете. И докажете, что мы не просто так сделали этот выбор, а сделали правильный. И самое главное, они верят в то, что вы сможете привести их к победе. Сто процентов. Мы сможем привести всю Россию к победе. Я в этом уверен, если бы я не был в этом уверен, я бы столько сил, средств, жизнь свою не стал бы на это класть. Потому что если вдруг как-то будет что-то по-другому, тогда в конце жизни я должен сказать, я все в жизни сделал неправильно. Представляешь, какое разочарование? Нет. Я хочу сделать все правильно, и думаю, что все тоже этого хотят. Наши зрители, чтобы мы все сделали правильно. Мы молимся за вас, пишут, а я молюсь за вас. Причем постоянно тоже. Потому что, вы понимаете, если у меня не будет вас, то ничего у нас не получится. Вы как раз это та сила. И вы должны это прекрасно понимать. Да, есть Мальцев. Да, вы там какие-то вещи вообще мессианские пишете Мальцеву. Ну, приписываете, так скажем. Но каким бы мессией я там ни был, я не знаю, я ни в коем случае без вас ничего не смогу сделать. Нужен народ. Вот именно тот народ, который сейчас находится у нас не в самом лучшем состоянии. И наша задача, вот ваша задача, моя задача была разбудить вас. Ваша задача разбудить их. Поверьте. То есть, вот сейчас в Словакии, в Болгарии праздник есть Будителей народа. Надо, кстати, посмотреть, когда там они в разные дни у болгаров и у сербов. Вот нам тоже нужно будет обязательно после того, как мы возьмем власть, как сделаем прямую демократию, учредить праздник Будителей народа. Потому что многие здесь присутствующих, это Будители народа. Многие, те, кто не только смотрит Мальцева, но и несут эти идеи в люди. Кто старается разбудить, растолкать эту вату. Это очень важно. Спасибо вам огромное. Опа, у нас что-то упало. Это упал человек, который теребит микрофон. А если начнут стрелять по людям? Такой вопрос задают. Чем больше людей мы разбудим, тем меньше вариантов, что в нас начнут стрелять. Если мы разбудим всех и разбудим тех, кто может гипотетически в нас стрелять, то мы избавим их от этого греха. Нужно понимать, нужно относиться к ним еще и с некой любовью. Потому что мы должны их заставить в нас не стрелять. То есть спасти их от этого страшного греха, от этого смертного греха. Мы должны их спасти вот этих людей, которые, может быть, некоторые сейчас и готовы. Но поверьте, к Новому году, вот мы с вами об этом поговорим в Новый год, кто готов стрелять в нас? Ситуация будет абсолютно другой. Это будут единицы каких-то отморозков. Будут, конечно, такие кренделя, такие очень красивые, которые потом первые разбегутся. Которые будут говорить, мы готовы выполнить любой приказ нашего главнокомандующего. Вот хрена лысого. Убегут первыми. А им мы советуем посмотреть выступление Уралвагонзавода в обращении к Путину. Вот сейчас Владимир Владимирович ожидает на Уралвагонзаводе. Чтобы защитить его. Спасибо вам, что вы нас смотрите. До новых исторических поисков, осталось я опять что-то просчитался. 486 дней и 1 час. До свидания. До завтра. Смотрите ArtPodготов, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. До свидания.